МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. В Балхаше годовалый ребенок выпил бензин в тяжелом состоянии, он находится в реанимации в городской больнице. Человек мощно уверенный, грамотный и целеустремленный. Именно так коллеги отзываются о Тахтаре Аубакирове. В Карагандинской области продолжаются праздничные мероприятия в честь 70-летнего юбилея космонавта. В Караганду прилетели драконы. В музей изобразительных искусств открылась необычная экспозиция. Главными посетителями стали дети. В Балхаше годовалый ребенок выпил бензин и получил тяжелые ожоги. Сейчас малыш находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Медики борются за его жизнь. Подробности далее. Мальчик госпитализирован в центральную больницу Балхаша 28 июля во второй половине дня. По словам матери, малыш выпил бензин из пластмассовой емкости. Они живут в частном доме. Сейчас состояние ребенка тяжелое, повреждены легкие. Кроме того, что он выпил, он еще и надышался парами бензина. Врачи ставят ему диагноз «интоксикация тяжелой степени». Сегодня в Балхаш выехали специалисты из областной детской клинической больницы. Они провели консилиум и назначили методы лечения. Мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему назначены инфузионная и детоксикационная терапии. Сейчас часто очень с ожогами к нам поступают в областную детскую клиническую больницу. Очень много детей. Поэтому мы как бы бьем тревогу, чтобы родители более ответственно относились, смотрели, присматривали за своими детьми. Трое суток понадобилось тимиртауским спасателям, чтобы найти тело утонувшего мужчины. Несчастный случай произошел 24 июля. С начала года в Тимиртау это уже шестой случай гибели людей на воде. В воскресном вечером бригада металлургов возвращалась домой из зоны отдыха на катере. В какой-то момент 52-летний мужчина решил прыгнуть в воду с борта судна. Спасатели сообщают, что мужчина прыгнул на глазах у своих друзей и родственников. Его коллеги пытались спасти собственными силами, бросали в воду спасательные круги, сами ныряли. Однако тщетно мужчина утонул. Как сообщает руководитель тимиртауского УЧС Арман Алпызбаев, в поиски тела вели две бригады водолазов. С начала купального сезона это уже второй несчастный случай. В начале июня в реке Нура утонул 20-летний юноша. Спасатели заявляют, что основной метод недопущения гибели людей – это профилактическая работа. Однако многое зависит от самих отдыхающих. Вместе с этим Карагандинское управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 30 июля в полдень на Федоровском водохранилище, а в час дня в Центральном парке, пройдет флешмоб под названием «Ни одной жертвы на воде». Приглашаются все желающие. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Сильный ураган снес кровлю нескольких зданий в Жасказгане. От сильных порывов ветра и ливня пострадали остановочные павильоны. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Сейчас на месте событий работают на ремонтные бригады. Такого урагана жители Жасказгана не помнят уже давно. Порывы ветра были настолько сильными, что с легкостью расправились с кровлей и остановками. Пострадали местный гуманитарный колледж и в общежитии автомойка и столовая при мечети. Металлические профлисты летали, как игрушечные. Остановочные павильоны в нескольких местах были опрокинуты. Досталось и опорам освещения. Они погнулись, как проволока. Кабель разорвало в нескольких местах. Жители 91-го квартала остались без электричества. Я пришла на остановку и увидела, что она перевернулась. Это ужасно. Неужели ее не крепят? В Акимате Жасказгана сообщили, что кровли зданий восстанавливать им не придется. Колледж будет профинансирован из областного бюджета, поскольку относится к управлению образованием. Мечети автомойку должны привести в порядок прихожане и владельцы. Сейчас тоже. Мечети тоже сами знаете, общественные организации. Мы туда не имеем права деньги вкладывать. Соответственно, за счет прихожан, наверное, будет восстанавливаться. Возможно, пока еще конкретно не могу сказать. Чиновник добавил, что остановки уже приведены в порядок. Линии электропередач также восстановлены. Но вот прогнозы КАЗ Гидромета неутешительны. По словам синоптиков, подобные усиления ветра до 15-20 метров в секунду в Жасказгане могут повториться в первой и второй декадах августа. А.М. Амрина Александр Цирикидзе. Первый. Карагандинский. Администратор зоны отдыха в селе Уштубе оштрафована за заведомо ложные сообщения о готовящемся теракте. Как сообщили в полиции, 35-летняя женщина позвонила в полицию из чувства мести. Женщину привлекли к административной ответственности. Ей предстоит выплатить штраф в размере 60 тысяч тенге. Женщина позвонила в полицию и рассказала о готовящемся теракте. По ее словам, мужчины находились в сауне и обсуждали предстоящий теракт, после чего уехали на двух автомашинах. По указанному адресу тут же выехали сотрудники спецслужб. Вскоре мужчину удалось задержать. Они признали, что накануне задержания кинули администратора зоны отдыха, арендовали домик, отдохнули и уехали, не расплатившись. Узнав об этом, женщина решила отомстить. В отношении 35-летней женщины составлен административный протокол по статье 438, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях Республики Астан. Это заведомо ложный вызов специальных служб. В последнее время таких ложных сообщений становится больше, жалуются полицейские. Вместо того, чтобы заниматься реальными преступниками, спецслужбы тратят время впустую. Ложные заявления в полицию о преступлениях влекут за собой ответственность в рамках установленного уголовного и административного законодательства. Ложные вызовы скорой, пожарных и полиции отражаются на простых гражданах. Вместо того, чтобы ехать на место происшествия, где требуется помощь спецслужбы, вынуждены отвлекаться на ложный вызов и терять драгоценное время. Из-за такой шутки может совершено быть преступление или погибнуть человек. Большинство карагандинцев, как оказалось, не одобряют подобные шутки. Они рассказали о своем отношении к лжетеррористам. Ну, наказание должно быть и существует. Это всегда было. Если лжесвидетельство, это же статья какая-то есть в Казахстане. Хоть в нашем кодексе, хоть в российском, в любом кодексе есть наказание. Поэтому то же самое распространение, вот эта информация тоже должно быть наказуемо. Распространение ложной информации – это плохо. Нужно понимать, что у людей может быть паника. Поэтому их нужно наказывать в рамках закона. Их нужно не просто штрафовать, а делать это публично, то есть показывать их лица в средствах массовой информации, чтобы другим не повадно было. Это мое мнение. Уважаемые телезрители, впереди реклама. Не переключайте, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Вырастить своего космонавта на заре независимости – мечта казахстанцев, воплощенная в реальность. Сегодня вся страна поздравляет военного летчика, космонавта, генерал-майора Тухтара Аубахирова с 70-летним юбилеем. Особенно тепло. Знаменательные события отметили в Караганде. Человек мощный, уверенный, грамотный и целеустремленный. Именно так отзываются от Ахтария Аубахирова все его знакомые – одноклассники, летчики-испытатели, инженеры и исследователи, которые работали с ним по созданию летательных аппаратов. Среди приглашенных на юбилей гостей был и Валерий Орзун, которому когда-то довелось готовиться к полету в космос с казахстанским космонавтом. Это был 91-й год, когда нас назначили в экипаж. Я был командир экипажа. Бортинженером у меня был дважды герой Советского Союза Александров Александр Павлович. А космонавт-исследователь был Токтар Аубахиров, герой Советского Союза. И я, 35-летний подполковник, который сидел среди таких звездных людей. Я даже вначале не знал, как себя вести, как люди заслуженные, уважаемые и так далее. Они мне сказали, Валера, занимайся своим делом, а мы тебе поможем. Я хочу сказать, что Токтар Ангарбаевич, несмотря на свои заслуги, несмотря на свое звание, возраст, положение, всегда оставался человечным. Будет справедливо, если в космос стартует представитель той Земли, откуда уходят в космос корабли. Это слова головы государства, которые воплотились в реальность. Но Токтар Аубахиров не просто космонавт, но и прекрасный товарищ. И не зря выбор президента страны пал на него, отметил командир отряда космонавтов. Он остановил выбор именно на нем. Это я хочу провести даже аналогию с тем, как выбирал Королев первого космонавта. И он остановился на Гагарине. Поэтому Нурсалтан Абишевич, президент Казахстана, именно стоял перед такой проблемой, кого выбрать. Такого человека, который бы показал независимый Казахстан, показал лучших людей, человека, которого уважают, который является авторитетом для всех. Ну, я не хочу сказать буквально всех, но большинству населения Казахстана. И он сделал очень правильный выбор. Это вообще исторический факт, который отрицать нельзя, и об этом мало кто говорит. Празднование знаменательного события продолжилась посадка деревьев на аллее космонавтов. Казахстанский герой признается, что безмерно счастлив находиться в Караганде, землю которую называют священной. Ведь именно здесь происходило воспитание его воли, духа и личности. Это место всегда тебя тянет. Это место, кажется, всегда тебе самым лучшим местом на земном шаре. Поэтому мне тоже так кажется. Но оказывается, не только мне. Когда в Каркарлинск люди приезжают, они говорят, господи, у вас в степи, когда кругом везде уже все сгорело с желтым желто, а здесь настоящий оазис. Здесь озера, здесь горы, здесь леса, здесь все-все-все, как в лучших местах Швейцарии. Поэтому, конечно, и не только я, все мои земляки и все те, кто приезжает в гости к нам, эту землю очень не просто восхищаются, а еще и боготворят. Почему? Потому что это место дает многим-многим людям, но вот рождает у них поэтические чувства, рождает у них что-то высокое, после которого они создают свои творения. Сегодня в стране есть современная интегрированная космическая инфраструктура, сформированы квалифицированные научные и инженерные кадры. Это внушает уверенность, что таких героев, как Тохтарова Бакиров, будет немало. Ну а дальнейшее празднование мероприятия в честь казахстанского космонавта продолжится на его родине, Каркарелинском районе. Анышел Корбеки, Сламбек Успанов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде появится уникальное производство по выпуску специального стекла и комплектующих. Серийный выпуск решила начать компания «Мир стекла». Производитель работает на отечественном рынке не первый год. Однако бюджет фирмы невелик, учредители намерены получить поддержку государства. Для этого они обратились в Координационный совет. Компания «Мир стекла» в лице Тимура Нургожина решила выпускать специальные стеклянные средства против грызунов. По словам Нургожина, проект уникальный и не имеет аналогов в Казахстане. Сырье закупается за рубежом. Однако в последнее время импортеры увеличили цены. В связи с этим компания начала испытывать финансовые трудности. Все наше производство связано со стеклом. На данный момент производители, наши поставщики, заводы из-за рубежа подняли цены практически двое в двое. В свою очередь наша фирма из-за запусков новых проектов испытывает дефицит свободных оборудованных средств. Поэтому мы просим поддержать наш проект. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков одобрил проект. В ближайшее время Акимобласти пообещал лично посетить компанию. На суд координационного совета были предоставлены еще ряд бизнес-идей. Например, строительство обогатительной фабрики в поселке Жайрем. Там будет создано 630 рабочих мест, 210 из которых предполагают обучение. Необходимые средства – 100 миллиардов тенге. Глава региона остался доволен услышанным. С его слов, новая обогатительная фабрика не только принесет прибыль в экономику страны, но и поможет реабилитировать Каражальский сельский округ. Ведь в последнее время население покидает эту местность из-за безработицы. Производство расширяется, собирается свое присутствие в регионе. Поэтому я думаю, что министерство уже отработано. Будем в этом направлении двигаться. Все это да. Всего на заседании Координационного совета были представлены 19 проектов. Многие из бизнесменов обратились с просьбой помочь в субсидировании. Если одним деньги нужны для капитального ремонта своих зданий, то для других – это возможность расширения бизнеса. Плюсы господдержки в том, что предприниматель получит кредит под низкий процент. В усиленном режиме работают бригады по ремонту ливневой канализации. В настоящее время в рамках реализации программы содержания дорог производится очистка ливнеприемников и замена ливневых решеток. Об этом сообщают городские власти. Поводок закончился еще весной, но в связи с обильными дождями власти вновь вспомнили о водоотведении. Согласно программе содержания дорог, реализуются мероприятия по очистке арыков и водопропускных труб, отсыпка водоотводных дамб, замена решеток ливневой канализации. В мероприятиях задействованы ремонтные бригады шести предприятий. Согласно отчету, на многих участках города было произведено асфальтирование с отводом дождевой воды в зеленую зону. Работы продолжаются. Настоящие драконы оккупировали областной музей изобразительного искусства. Горожанам представилась уникальная возможность прогуляться среди фантастических персонажей. Все подробности у Адели Антаевой. В Караганду прибыли драконы из Санкт-Петербурга. Принцип работы всех этих конструкций не так уж и сложен. Верхний слой, то есть кожу ящеров, готовят из эпоксидной смолы, из стекловолокна. Затем покрывают им каркас из металла. Двигаются фигуры за счет сжатого воздуха. За такими роботами нужен особый уход, иначе могут сломаться. Драконы к нам приехали из Петербурга. Всего у нас семь экспонатов больших и семь маленьких. Выставка представляет собой движущихся гигантов. Драконы у нас немаленькие, как вы можете заметить. Помимо всего этого, детки иногда боятся их. Но со временем, когда они пройдут дальше, они уже привыкают и отсюда уходить не хотят. Благодаря спецэффектам и механическим разработкам, посетители постепенно погружаются в волнующую атмосферу сказочного мира. Выставка ориентирована больше на детскую и подростковую аудиторию. Оказывает на них большое впечатление. Поэтому практически каждый, кто находится рядом с этими огромными ящерами, пытается сделать снимок на память. Выставка интерактивна. Дети могут не только посмотреть на драконов, но и, к примеру, собрать пазл и поиграть в пятнашки. А тех, кому больше интересны научные теории возникновения мифов о драконах, ждут документальные фильмы. Мне очень нравится эта выставка. Я бы еще раз хотел ее посетить. Мне запомнились эти движущиеся красивые драконы. Тут все очень замечательно сделано. Страшные и захлопывают пасть и кусают трубку. Я бы сюда хотел еще раз прийти. Довижущие гиганты – это самая новая и масштабная выставка. Она посвящена невероятным и загадочным существам – драконам. Это уникальная возможность познакомиться с самыми известными драконами, а также проникнуться к таинственному миру загадочных существ. Адель Антаева, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Четыре безответные шайбы. Хоккейный клуб «Тимиртау» проиграл столичному намаду. В Караганде проходят товарищеские встречи в преддверии старта очередного регулярного чемпионата страны. С самого начала матч для темиртауских хоккеистов складывался не самым лучшим образом. Команды держали в напряжении и себя, и зрителей. Первыми нервы сдали у хозяев площадки. Это привело к нарушению правил и удалению. Соперник с удовольствием воспользовался этим. Как оказалось позже, именно удаление сыграли большую роль в этом матче. С большинством у гостей было все в порядке. Немногим позднее на скамейку оштрафованных вновь отправляется Алексей Грищенко, что привело ко второй заброшенной шайбе. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу намада. Во втором периоде «Тимиртау» активно начал действовать в зоне соперника. Однако до заброшенных шайб дело так и не дошло. Это первые тренировочные игры. Задача была простая – почувствовать себя, форму почувствовать, почувствовать связки. Первый период, я считаю, что мы выполнили, нейтрализовали соперника, хорошо сыграли в большинстве. Что можно сказать, это более такой серьезный соперник? Раньше были снежные барсы. Вот о команде «Тимиртау» как играет в первом периоде? Хороший боевой соперник, веселая команда, отдавная, бежит, играет в тело. Мы были к этому готовы, мы, в принципе, знали по тому сезону соперника. Так что ничего страшного, будем играть еще два периода. Ну, играем уверенно. Первый период провалили чисто из-за того, что удалялись много. Как оказалось позже, подопечным Дмитрием Крамаренко так и не удалось забросить ни одной шайбы. А вот гости огорчили юного вратаря Никиту Бояркина еще дважды. Итог встречи 4-0. Победа «Намада». Андрей Тен, Александр Царикетзе, Первый Карагандинский. И в завершении выпуска пресс-служба городского Акимата сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ с 30 июля будет перекрыто движение участка дороги на проспекте республики. От взлетной полосы до улицы Гудермеская, при этом перекресток Гудермеская-Гоголя, будет открыто для движения. Уважаемые телезрители, и это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 42-06-49. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok